Субтитры сделал DimaTorzok Два торта и оно вам пойдет в мышцы. Нет, так не работает. Нет, это затягано и пошло, по-моему. Никогда не думал, что это вот так делается. Хотя, а я вообще не думал, как оно делается. Всем привет, меня зовут Василий. И я давненько не ел шаурмы, хотя очень ее люблю. Именно поэтому сегодня я пригласил на эту кухню доктора Тиграна и шеф-повара Влада. Здравствуйте, я доктор Тигран. И сегодня мы сделаем оптимальную шаурму еще более сбалансированной. Всем привет, я шеф-повар Влад. И я в свою очередь покажу, как приготовить такую шаурму. Итак, вот перед нами обычная шаурма, которую мы можем купить во многих точках любого города. А что в нее входит? В эту шаурму? Входит курица, ну она жареная на масле, потому что она маринуется в масле. Соус кетчуп, майонезный соус и обыкновенные овощи. Там капуста, морковь по-корейски, которая маринованная с сахаром. Также добавляется масло при мариновке, и огурец, и капуста. Понятно, давайте сделаем что-то оптимальное. Вот уберем оттуда масло, сахар и... Начинаем с мяса, берем куриное бедро, оставляем его на шкуре обязательно. Отлично, иначе это будет просто белок, и человек не получит жира с этого приема пищи. Это тоже неправильно. Мы стремимся каждое блюдо сделать самодостаточным и сбалансированным. И что самое немаловажное, мы оставим его на кости, для того, чтобы оно даст нам сочность. Весь продукт, который запекается с косточкой, ну то есть, например, это грудка куриная, то обязательно старайтесь брать там, где есть кость, она даст ту сочность продукту дополнительно. Спасибо, не знал такого. Хорошо. Что делаем? Маринуем нашу курицу, продолжаем сейчас посыплю солью. Втираем ее. Так, перец и вот эти травки. Да, и орегано. И также еще насыпаем, будем сейчас смотреть. Никуда не сыпал зеленую траву. А какую траву сыпал? Подожди, чеснок, пожалуйста. Чеснок, пожалуйста. Так, это нужно растереть? Да. На шкурку тоже? Да. Сейчас мы еще добавим к шкурке. Потом мы эту... Технологию. Да, потом это мясо будем жарить. Нет, запекать. Запекать. Запекать мы будем вместе с шампиньоном. Задают вопрос, можно ли есть одновременно белки, жиры, углеводы или нужно придерживаться раздельного питания. Я вам скажу, что это абсолютно огромное заблуждение о разделенном питании. Организм человека все равно выбрасывает определенный набор ферментов, желчи в кишечник. Он готов переваривать все, что вы кушаете. Вопрос не в раздельном питании, а вопрос в том, что питаться нужно сбалансированно и потреблять столько, сколько нужно. И кушайте, пожалуйста, все одновременно. И белки, и жиры, и углеводы. Давайте поговорим, пока готовится шаурма, про питание спортсменов или же питание при тренировках. Вот, занимаясь спортом, что нужно изменить в своем рационе, в своем питании. Прежде всего, нужно четко запомнить одну очень большую истину. От того, что вы не покушаете и пойдете на тренировку, будет только хуже. Да. Ваш вес от этого не то, что быстрее, он вообще может не уйти. Значит, что касается тренировок. Давайте так. Тренировки бывают у нас абсолютно разные и с разными целями. Это предмет большой для разговора. И мы снимем об этом обязательно программу. Мы расскажем о кардиотренировках, мы расскажем о силовых тренировках, о миксе. Мы расскажем о том, как правильно питаться для набора массы, как правильно питаться для похудения. Давайте проанонсируем эту специальную программу, которая обязательно выйдет на нашем канале. Небольшим экскурсом в эту тему, как долго нужно не есть до тренировки, через сколько времени после тренировки можно есть. Хотя бы такие детали. Так, я поставлю нашу курицу пока. Отлично. Если вы занимаетесь силовыми тренировками с целью похудеть, обязательно плотно покушайте за 2-3 часа до тренировки. И обязательно покушайте в течение 2-3 часов после тренировки. Полноценно сбалансировано, с полным набором белков, жиров и углеводов. Это только ускорит и улучшит ваши результаты. Так, нарежем пока овощи. Я нарежу пока айсберг. Просто хаотично соломкой. Подашь, кстати, огурцы и помидоры. Пока запекается наша курица с грибами, нарезается... Так, что делать? Хочешь присоединиться, нарезать также огурец и помидор. Кружочками... Да, просто отрежь так попку и пошел дальше. Все, думаю, хватит нам пока. Про шаурму, по-моему, больше всего существует анекдотов и шуток. Моя любимая звучит так. Про кошку. Нет, это затяганно и пошло, по-моему. Моя любимая звучит так. Если шаурму поднести к уху, то можно услышать молчание ягнят. Я думал, вы скажете мяу. Нет, ну это была бы шутка третьего класса. А я же уже в четвертом. Понятно. Мы продолжаем готовить сбалансированную шаурму. Она будет отличаться от обычной... Да всем. Да, по сути всем. По сути всем. Хватит. Нам огурцов пока. Займемся нашим соусом. Возьмем греческий йогурт. Так. Сейчас огромная проблема в арабских странах. Особенно тех, которые разбогатели остро в ожирении. Они бьют все рекорды по ожирению. И основная причина этого то, что я так чувствую, что сахар к ним в таком изобилии пришел недавно. Буквально несколько десятилетий назад. И это глобальная наркомания. Там проявляется намного острее. Если у вас есть знакомые, друзья, родственники и коллеги в арабских регионах, пожалуйста, сейте мысль о том, что сахар их убивает. Это также касается и все другие регионы. Сахар, в принципе, не различает ни расы, ни национальности. Убивает всех. Homo sapiens. Добавим наш соус чеснок, зелень и орегано. Смешаем. Основой для практически большинства соусов в нашей программе является греческий йогурт с жирностью до 3%. Правильно? Ну, до 5%. На самом деле, не обязательно греческий. Любой йогурт, любой молочный продукт, кисломолочный, просто небольшой жирности. До 5%. 2,5. 1, 5, 3. Ну, то есть точно не майонез 75%. Вот точно. Попробуешь, что-то добавить? Так. А как пробуют, правильно? Ага, я понял. Я бы посадил чуть-чуть. Доброе. Продолжая тему питания при тренировках, нужно получить профессиональный комментарий от доктора Тиграна по поводу следующего мифа. Миф о так называемом углеводном окне. Вы, наверное, имеете в виду протеиновом окне? Ну, я слышал такую версию. Ну, неважно, задавайте вопрос. Имеется в виду миф, который утверждает, что, может, это не миф, который утверждает, что после тренировок, сколько бы вы там не поглощали этих самых углеводов, то они идут не в жир, а в мышцы. Если вы занимались силовой тренировкой, то после тренировки, пожалуйста, покушайте белки, жиры и углеводы. Они пойдут частично на восстановление мышц, частично на метаболизм. Не думайте об этом. Играет роль общий суточный колораж. Нету такого, что вы после шести будете кушать, и оно не пойдет в жир, или после тренировки будете, съедите два торта, и оно вам пойдет в мышцы. Нет, так не работает. Так не работает, это миф. Так, наше мясо с грибами уже подзапеклось. Так. Я буду его разделывать просто на кусочки, чтобы порезать, достанем косточку. Тигран, присоединишься? Да. Что делать? Просто отделять от кости мяса. А что касается питья во время тренировок, после тренировок, до тренировок, какая разница между обычным питьем в день и человеком, который тренируется? Во время тренировки нужно восполнить. Конечно. Конечно. Если вы не тренируете свою выносливость, пожалуйста, не делайте этого, если вы хотите другой результат добиться. Обильное питье, конечно же. Обильное. Во время час тренировки вы должны выпить минимум литр воды, жидкости. Пожалуйста, добавляйте туда аминки, добавляйте туда искусственные ароматизаторы. Главное, не добавляйте. Главное... Знаем, что не добавляйте. Не добавляйте. Так, я режу. Да. А еще же надо снять, да? А я что-то думал, что... А, ну то же говядина, да? Она на вертле или баранина. И там срезают. Три курицы и все. Не, ну мы могли бы перетарабанить сюда вверху. Есть такая информация, что такой овощ, как сельдерей, когда человек его употребляет, когда он его разжевывает, он тратит больше калорий, чем потребляет. Это правда. Это правда? Это правда, конечно. Потому что в нем калорий мало, вы жуете его, да? Потом в нем куча клетчатки, которая пройдет через ваш организм и не усвоится. Это правда. Вот, ешьте его тоннами. Не надо тоннами есть ничего. Питайтесь сбалансированно. Не надо ничего есть тоннами. А вот по поводу ананасов и капусты, которая сжигает жир, вот это, пожалуйста, аккуратно. Я сам попался как-то на миф о том, что ананасы сжигают жир и начал их кушать много. Да, тоннами. Вот что-то, да, жира у меня только больше стало. Не попадайтесь на это. Так, продолжим. Теперь мы, собственно, формируем шаурму. Да. Льем соус. Так вот по центру. Вот, ты, Тигран, тоже параллельно со мной еще. Да, а куда эти огурцы? Сюда, сюда. Так, я беру сейчас лаваш. Кстати, по поводу лаваша, который используется для шаурмы. Что рекомендует повар, что рекомендует доктор? Я рекомендую не добавлять туда сахар. Вот и все. Ну, лаваш, в принципе, так и готовится. Без дрожжей, без сахара. Ну, то есть, любой лаваш, тонкий. Добавляем дальше айсберг. Так, салат айсберг. Просто кучку? Да. Да. Ну, лучше моть немного, побольше мяса положим. Больше мяса. Но мы ведь в итоге должны выйти на сбалансированные цифры, чтобы эта еда была нашим источником энергии и источником роста и иммунитета. Между прочим, тем, кто любит сахар, я хочу сказать, и боится заболеть вирусной инфекцией опасной, я хочу сказать, что сахар очень хорошо связывается с антителами в крови. Прекрасно связывается. И осаждает многие из них. Потребляя сахар, вы очень-очень сильно гробите свой иммунитет. Помидор. Помидор и, собственно, мясо. Я включил сковородку уже и подсушу пока. Подсушивается после того, как завернули все это. Подсушивается готовая шаурма в сковородке. В разогретой сковородке, как вы понимаете, без масла. Поджарим ее. Мясо, да. Мясо. Ну, я, конечно, никогда не думал, что это вот так делается. Хотя, а я вообще не думал, как оно делается. Просто в эту сторону не думал. Может, в этом дело все. Ну, чуть шампиньера. А, и грибы. Сначала один край подожмем ее так. И потом вот так, смотри. Держишь вот здесь края. И начинку пальцев не придерживай. Не, вот я не являюсь, к сожалению... Не с первого раза эта наука осваивается. Как и парашютный спорт. Наверное, многовато малость начинки. Ну, я не жалел для себя. Чуть многовато. Будем считать, что... Мы ее можем, да, печь просто поставить, чтобы не переводить продукты. Отлично. Мы запечем. Шаурма по-тигрански. Все, наша шаурма хорошо так поджарилась. Положим ее швом вниз. Довольно-таки теплая. И наш соус. Можно макнуть сразу. Но я лично люблю шаурму кушать, когда сверху много соуса. Друзья, мы приближаемся к финишу нашей программы. И по традиции, я попрошу сейчас доктора Тиграна сравнить нашу сбалансированную шаурму с шаурмой, которую вы видели в начале выпуска с обычной шаурмой. Доктор Тигран, вам слово. Итак, наша сбалансированная шаурма в 600 с небольшим калорий. Обычная шаурма почти 1200. Думаю, что это очень наглядно. И напоминаю, ваше здоровье пойдет вниз, а ваш вес пойдет вверх. Питайтесь сбалансированно. Невероятно вкусным получается финиш этой программы. Я уже не могу дождаться, когда камера выключится, потому что хочется попробовать эту сбалансированную шаурму. И мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Спасибо, что были с нами. Друзья, надеюсь, вам было приятно смотреть эту программу, и вы познали что-то новое. Смотрите, подписывайтесь, задавайте вопросы. Спасибо Владу, спасибо Василию. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. И обратно, всем пока. Да нормально, нормально. Все, все. Проверяем. Пока. Пока.